Десятки партий появились, смысла их оценивать нет, потому что они пока никак себя не проявили. Многие из тех, кто заявлялись еще весной, что будет бурное строительство, например, на фланге национальной демократии, все они сдулись, все оказались пустыми. Сдулись те, кто объявляли себя националистами. Они сказали, мы сделаем националистические партии, их будут, может быть, десятки. Не появилось ни одной. Зарегистрирована единственная партия, которая сейчас подверглась разгрому, это Российский общенародный союз под руководством Бабурина. Вот сейчас фактически ее дезавуировали. Был кремлевский проект, в этом нет никаких сомнений у меня, следует из фигуры самого Бабурина. Но сейчас этот проект не нужен, сейчас расчищают дорогу кому-то другому. И, видимо, главным патриотом все-таки у нас должен стать президент, поэтому оппозиционные патриоты не нужны. И главное, что я вижу с точки зрения прогнозирования на текущий год, это полная дискредитация либерального протеста, либеральных лидеров, которые морочили голову целый год вот этим массовкам, которые в основном в Москве выходили на улицы, и так называемых профессиональных патриотов, как в оппозиции, так и в правящей группировке. И это говорит о том, что подошло время появления новых субъектов, именно деятелей, персонажей, не столько каких-то субъектов в правовом отношении, сколько субъектов, как политиков, личностей. Эти личности начнут появляться. Много людей имеют свою политическую судьбу, незаметную для подавляющего большинства граждан. Но эти люди уже какой-то накопили опыт, имеют какой-то круг соратников. Вот они должны сейчас выйти на авансцену взамен вот этой всей дискредитировавшей себя группе, которая пыталась подмять под себя протест как либеральный, так и протест, выраженный в движении, в русском национальном движении. То есть я ожидаю появления новых субъектов. И вот эта многопартийность, так называемая, которая, конечно, никакой многопартийностью не является, такой микропартийностью, я бы сказал, она сыграла свою позитивную роль в том, что есть возможность легализации хотя бы оргкомитетов различных инициатив, частных вполне инициатив. То есть каждый лидер, в принципе, сейчас может завести себе партию. И попытаться что-то крикнуть в средства массовой информации, которые обычно глухи, правда. Но если что-то, вот если среда уже созрела, то вполне возможно, что какая-то идея начнет проскакивать. И эти некие новые персоны станут более известными. Вот они были известны, широко известны в узких кругах, известная такая роль политических персонажей. Теперь они получат новые возможности в связи с дискредитацией целого сонма вот этих так называемых политиков. Безусловно, ключевой субъект у нас это администрация президента, правительство. Там началось формирование отдельных обособленных субъектов, которые начали грызть друг друга. Вот я думаю, что в этом году у нас еще возникнут новые кадровые изменения, кадровые решения. Они связаны вовсе не с тем, что президент затеял сменить свою команду, а с тем, что его команда раскололась. Она начинает, в связи с теми же причинами сжимается экономика, а прибыли хочется получать те же самые. Значит, должны возникнуть жертвы. Кого-то надо съесть, растерзать, присвоить себе его достояние. Вот они эти вопросы между собой будут решать. И о том, что это так, говорят и некоторые шаги президента, который пытается все-таки удержать свою среду, в которой он только и может править, как некую корпорацию. Он провел решение о ротации кадров, о том, что в течение 3-5 лет человек должен менять, ну, с определенного уровня менять место работы. Не знаю, как это получится, хотя там льготы заложены, и на переезд в связи с сменой места жительства, и сохранение зарплаты. То есть все эти льготы будут. Но реализоваться эта система, ну, по крайней мере, в этом году точно не успеет. Но попытка такая есть. Объявлено о контроле за расходами высших чиновников. То есть высшие чиновники и члены семьи должны будут, несовершеннолетние дети и супруги, должны будут отчитываться о том, что они тратят. Покупка недвижимости, акций, ценных бумаг, собственности. Будут отчитываться. Но тоже это только началось. По сути, делать такое послание высшему чиновничеству от президента, что хватит коррумпироваться, у нас будут корпоративные льготы. Мы же с вами корпорация, политическая корпорация. Льготы мы вам обеспечим. Но хватит коррумпироваться, потому что из-за коррупции возникает и эта внутренняя грызня. Кто более коррупционно емкий, то есть в этом конкуренция между высшими чиновниками состоит. Вот президент пытается сохранить систему. Но уже более отдаленный прогноз, конечно, не в течение года это будет происходить, связан с тем, что, безусловно, будет еще и кадровая революция. Вполне возможно, что она затронет и первых лиц государства. Еще одна революция. Я думаю, что, может быть, она всерьез только и начнется с того, что она затронет первых лиц государства. Придется им уходить в отставку раньше, чем они собирались. Мне понравилось еще не высказывание. Одно недавно тут прочел. Не знаю, кому... В общем, высказывание неизвестного автора. Она звучит так. Когда долго ничего не случается, потом происходит сразу все. Когда мы ожидаем долго, что должны произойти некие изменения, ну, очевидно, они уже назрели, они должны быть. Там кадровая революция, принципиальные изменения экономической системы, принципиальные изменения политической системы. Сейчас вот действительно это дежавю, возвращение к этим мажоритарным округам. Президент дал поручение о пересмотре избирательного законодательства. Все, попятное движение. Туда, обратно, двигаемся. Ну, это тот самый цикл, нисходящая спираль. И мы все время ждем, когда прекратится вот этот бег по замкнутому кругу. Каждый раз с понижением. То есть уровень организации системы каждый раз все ниже, ниже, ниже. Но бегаем все время по кругу. И изменения назрели, они состоятся. Жизнь свое возьмет. Они состоятся тем или иным путем. Но беда, что они состоятся все сразу. И поэтому нас тяжелые времена ждут из-за того, что нет системного прогнозирования, нет системной реакции именно как государственных деятелей со стороны высшего чиновничества, со стороны крупнейших экономических игроков. Каждый играет сам за себя. Играет не за страну, не за народ, не видит будущее цельного организма народа, государства, а только свое частное будущее. Из-за этого мы приближаемся вот к этой ситуации взрыва, когда все произойдет сразу. И не хотелось бы, чтобы это произошло. Хотелось бы вот эти назревшие изменения растянуть несколько по времени, начать реформы, но сознательно сориентированной на определенный образ будущего, который в принципе уже сложился, он понятен, ясен. И здесь мы в этой студии уже неоднократно о нем говорили. И поэтому мы своей общественной политической деятельностью пытаемся подтолкнуть вот всех политических игроков, не только самых крупных, но и мелких, к тому, что нужно вполне определенно спрогнозировать, что необходимо, что произойдет, что необходимо делать в соответствии с этим прогнозом. То есть построить некий проект, и этот проект начинать проводить в жизни. И мы неоднократно уже говорили здесь об этом проекте, просто сейчас не время повторяться. Но хотелось бы, чтобы вот именно то, что назрело, произошло не в виде взрыва, который разорвет все социальные системы, может быть и государственные границы, а чтобы мы плавно, спокойно, системно, прогнозируя, предвкушая события там на мировой арене, перешли в новую социально-экономическую и политическую систему.